Первыми сдать кровь пришли депутаты Владимир Пронин, Анатолий Бугаев, Василий Евсеев, Александр Постоялко, Алексей Красников, Артем Ашека. Подкрепившись горячим чаем, они отправились на первичный осмотр к врачу-трансфузиологу и далее на процедуру. В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавируса в сам мобильный комплекс впускали только доноров. Василий Васильевич, как самочувствие? Отлично. Вместе с коллегами сдаем кровь. Заместитель председателя облдумы Владимир Пронин во второй раз стал донором. Во время службы в армии он сдавал кровь, чтобы спасти жизнь женщине. Позвонили в воинскую часть и сказали, выручьте, есть солдаты с первой группой крови. У меня как раз была первая, и таких 12 нашлось, и вот мы поехали. Когда у нас планерка была прошлый понедельник, прозвучало это предложение, а давайте мы, депутаты, поможем и сдадим свою кровь. И вы знаете, все поддержали. Депутат Артем Ашека считает, что донорство, которое в России активно развивается, нужно всячески поддерживать. Традиция, которая у нас в России сложилась по сдаче донорской крови, я думаю, она тоже сыграла важную роль в борьбе с пандемией. Потому что на первых этапах, когда врачи боролись с ковидом, то решающую роль, я думаю, сыграла вот этот вот тоже запас донорской крови, который имелся. Я сдавал рядом с коллегами, с Александром Викторовичем, по стоялкой. Соответственно, вдвойне приятно с героем сдавать. Он подбадривал все время, он уже не первый раз, я первый, но пока что доволен и эмоцией, и чувствую себя хорошо. Поэтому, думаю, буду еще неоднократно принимать участие в таких акциях. Активисты молодой гвардии, волонтеры различных брянских объединений присоединились к благородной акции «Пришли и сдали кровь». Мы считаем, что это очень важно присоединиться к этой акции, и это очень нужно. Она может спасти жизни людям, и мы всегда помогаем в трудных ситуациях, тем более в таких, как донорство. Сегодня в Брянской области более 6 тысяч почетных доноров крови. В службе крови отмечают постоянный рост активистов, ведь кровь и ее компоненты всегда востребованы. Нуждающихся в переливании крови и ее компонентов не становится меньше. Поэтому наша служба Брянской областной станции переливания крови делает все возможное, чтобы помочь нуждающимся людям. Заготавливается многочисленное количество литров донорской крови и плазмы, отправляется по заявкам лечебных учреждений в акушерские стационары, в многопрофильные больницы. Депутаты областной думы стали донорами безвозмездно. Полагающееся денежное вознаграждение будет направлено на благотворительные цели. Александра Седачева, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.